Этих призывников называют лучшими из лучших. Ночью из Ярославля в Москву в 154-й отдельный комендантский преображенский полк отправится 15 новобранцев нашего региона. На год их родным домом станут Лефортовские казармы. А сегодня днём в Музее боевой славы молодых парней торжественно провожали и поздравляли с тем, что из сотен новобранцев в эту весеннюю призывную кампанию только им посчастливилось попасть в батальон почётного караула. Мой коллега Илья Барабанов рассказывает. В Лефортовских казармах 15 призывников из Ярославской области должны обосноваться в среду. В нынешнем году это первые новобранцы, которым посчастливилось попасть в батальон почётного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Ребята лучшие из лучших. Они отбираются в течение последнего полугода. За полгода их проверяли по морально-психологическому состоянию, по состоянию здоровья, по состоянию семейного положения, образованию и так далее. В прошлый призыв было две пары близнецов, в этот, к сожалению, ни одной не нашли. Именно годных по состоянию здоровья, годных внешней, к сожалению, нет этих ребят. Будем надеяться, в следующий раз появятся. Близнецы в нынешнюю весеннюю призывную кампанию из Ярославля в Лефортово служить не поедут. Зато туда отправятся два выпускника музыкального училища имени Собинова. Они будут играть в оркестре батальона почётного караула. Новобранцу Михаилу Соколову 19 лет. Он родом из Рыбинска, который на 4 года учёбы в Собиновском пришлось сменить на Ярославль. Теперь вот на год обоснуется в Москве. Госэкзамены по двум инструментам, труба и классическая гитара он сдал на отлично. Для меня был самый запоминающийся конкурс – это «Сурская весна» в городе Пенза. Я там занял первое место. Конкуренты были очень высокого уровня. И когда объявляли результат, я был очень доволен и не ожидал, что меня так высоко оценят. Служить очень хочу, но хочу служить прежде всего в оркестре, так как я музыкант. Ярославец Виктор Тихомиров – повар пятого разряда. Сейчас ему 20. Так совпало, что несколько лет назад в одном из самых элитных подразделений Вооружённых сил России, куда теперь отправляется призывник Тихомиров, служил его родной брат. Будет сложно, конечно, он говорил. Но это, может, первые два месяца, а потом уже привыкаешь к строевой, ко всему. И уже как бы намного легче. Участвую во всех парадах. Это же армия. Так что привыкнем. Посмотрим. Основные задачи батальона почётного караула – проведение церемониала встреч и проводов глав иностранных, правительственных и военных делегаций. Возложение венков к могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость России. Да, у них там идёт как… ну, строевая подготовка. Особенности у нас немножко другие. Не так, как в других подразделениях. Вот. Там, да, тяжело. Ну, многим… У многих не получается там что-то. Ну, их ставят, соответственно, на другие должности. Фотография на память – традиция перед отправкой в элитные части вооружённых сил. Таких в России всего две. Батальон почётного караула – это подразделение 154-го отдельного комендантского прибраженского полка и президентский полк – Федеральная служба охраны. Илья Барабанов, Сергей Чехмарёв, Городской телеканал. Илья Барабанов, Сергей Чехмарёв, Городской телеканал.